Тем временем в Айхале ветеранам Алроса показали современное производство. Десять человек прибыли в поселок по приглашению компании. Они прошлись по родным местам, пообщались с коллегами, посетили и новые алмазоносные месторождения. На экскурсии побывали наши коллеги. В Геологическом музее Амакинской экспедиции на стендах фотографии участников открытия алмазных трубок. В их числе фотоснимок Владимира Стегния. В 1974 геолог участвовал в открытии трубки «Комсомольская». Спустя 43 года Владимир Иванович помнит все до мелочей. Как много работали, как долго искали новые алмазные трубки и как радовались каждой находке. Баландина, молодой специалист, на несколько месяцев все работала. Зимой приносит по весне кусочек тонкой породы, оливролита. Ну и сама она сама замерзла, этот кусочек замерзший. Когда я посмотрел этот обращик, в тонкой массе несколько зернышек спутники нашел. Тут к Саровичу, к старшему геологу партии, Иван Кузьмичко доглянул, так это же говорит. В тонких породах обычно дальний перенос окатанный, это в галечниках, там спутники, а тут в тонкой породе. То есть где-то это рядом трубка. Он сам туда пошел, вынес скважины. И буквально в ближайшее время одна из скважин, отторженное тело, кусочек, первым открыла. Я номер скважины, правда запамятовал, какая. Это был первый оторванный блачок от комсомолки. На днях Владимиру Стегнию и другим ветеранам Алроса показали современное производство. Айхальский комбинат в деталях. В цехе окончательной доводки ветераны увидели суточную коллекцию алмазов, задавали вопросы. Многие в Айхале не были долгие годы. Сравнить было с чем. Я отработал здесь 24 года, 8 месяцев здесь. На рульнике я отработал, я проходчиком работал, а потом последние три года работал диспетчером. Я был до того на стольки. Позже ветераны отправились на одно из крупнейших месторождений. Трубку юбилейную. Делали фото на память. Здесь в Петерской понаблюдали за работой карьера. Вот этот станок новый получили буквально два месяца назад. Горонежские станки, да. На трубке «Заря» ветераны комбината впервые. Месторождение начали отрабатывать год назад. Сегодня на «Заре» ведутся вскрышные работы. Начальник карьеры Вячеслав Зубарев подробно рассказал ветеранам о важности и перспективах проекта. Гости с удивлением рассматривали современную технику. Успели увидеть гости и насколько изменился Айхал. Показали ветеранам основные достопримечательности, знакомые улицы, новые объекты. Я смотрю, появились такие вот сборы для мусора. Обычно пакеты всегда валялись. Ну, асфальту прибавилось. Детские площадки хорошо сделаны, мягкие вот эти все. Ну, так, почище, конечно, почище. В этот же день ветераны встретились с директором комбината. Вспомнили молодые годы и на торжественном обеде. Поездка в Айхал многих ветеранов окунула в прошлое. За эти дни вспомнили многое. Как строили первые дома, осваивали алмазоносные месторождения, работали в суровых условиях. Воспоминания живы, живы и сегодня. Для многих ветеранов крайний север стал частью жизни. Оксана Мизинцева, Денис Хазов, телеканал Алмазный край.